Йоу, любишь клубную жизнь так же, как и люблю её я? Тогда подпишись на канал Бодишоп, там ты увидишь, как парни снимают пьяных тёлочек из писерских клубов на видео. Канал Бодишоп, ссылка в описании под видео. Сейчас, короче, пошла новая мода у мамочек называть своих детей необычными именами. В принципе, эта мода всегда существовала, все пытались как-то выпендриться, назвать своего сына или свою дочь как-то по-необычному, чтобы все твои знакомые такие Ооо, а почему вы его так назвали? Но сейчас это прямо, не знаю, может из-за того, что нравы стали более открытые. Сейчас это более распространённая болезнь. И это именно болезнь, потому что сейчас имя вообще нихера не значит. Если взять, к примеру, каких-нибудь греков, то у них каждое имя хоть что-то значило. Каждое имя говорило о человеке, что ему свойственно. Или взять, к примеру, древних индейцев, то же самое. Ведь, ну, древних индейцев, просто индейцев взять. Ведь то же самое. Коренных американцев, окей. То же самое. Каждому имени сопутствует какое-то ещё прозвище. То есть, вот не говорят имя без этого прозвища. Вот, там, к примеру, бегущий койот или быстрая рысь. Ну, такие, которые хоть как-то говорят о человеке, там, метафоры говорят, или напрямую говорят. У греков там же, в принципе, ну, вот есть имя, и оно составлено из нескольких других слов, да, которые имеют переводы. То есть, что-то значит. Но, к примеру, вот сейчас имена вообще нихера не значат. Они никак не характеризуют человека. Сейчас имя, оно такое же, как номерной знак в тюрьме. То есть, вот, на тюремных робах есть цифры, да, там, 00325. И вот эти цифры, это то же самое, что имена в настоящее время. Как эти цифры ничего не говорят о человеке. Это просто говорит, под каким номером его записали в тюрьме. Так же и сейчас имя нихера не говорит о человеке, а просто говорит о том, как его назвали в роддоме. Как там сказали его назвать. Все, то есть, имя ничего не значит. Нет, можно, конечно, там. Никита в переводе с греческого победитель, Владимир мира, да, там, Владимир это владеет миром. То есть, конечно, имена, вот, которыми называют людей, они что-то значат. Многие из них что-то значат. Но в целом, в целом, эти имена даются не по свойствам человека, а даются для красоты речи. И ведь это неправильно, ну, придум... Я раньше, конечно, наоборот, придерживался того, что смысл в имени... Смысл в имени... Смысл в имени такой, чтобы оно звучало хорошо, ритмично. Чтобы вот можно было четко там метроном поставить, произносить это имя и ласкало слух. Вот я думал, типа, наверное, сына надо назвать Евгений, да, к примеру, потому что Гридин Евгений Никитич. Звучит. Но не Николай, потому что Гридин Николай Никитич. Потому что НН, да, то есть это некрасиво звучит. То есть подобрать имя по красоте звучания. Но это же тоже неправильно. Ведь это, по сути, ничем не отличается от того, чтобы просто рандомно кидать имена, чтобы рандомно назвать своего сына, к примеру, Леонард. Я не хочу обидеть Леонарда, в который меня смотрят. Не хочу. Но ведь вы сами понимаете, Леонарда, что имя Леонард, ну, звучит неуместно в России, ну, в том смысле, в нашей, в нашем менталитете. Это звучит глупо, это звучит неестественно. Леонард, там, я не знаю, Майкл есть люди. Есть люди, которые называют своих детей в честь героев комиксов, к примеру, или героев, там, фильмов Марвел. Вот. Не, я не вижу в этом ничего плохого, я не вижу в этом ничего плохого. Я вот тоже как-то свою кошку назвал в честь персонажа из Спайдермена. Но то-то ведь кошка всё-таки, а не человек. Ведь человек уходить с этим именем, ведь человека будут называть по этому имени. Кошку-то будут называть по этому имени, но для кошки такое имя сойдёт. То есть для кошки можно её назвать в честь супергероя или ещё чего-то. Потому что, ну, это никак не будет говорить о свойствах кошки. элементарно, потому что мы не можем залезть в мысли, если есть мысли у котов, а их нету, ну, мышление, не знаю, рассуждение. Мы не можем залезть, мы не можем как-то приписать ему какое-то свойство, потому что он разного с нами рода. Так же и мы сейчас делаем. Мы называем своих детей, грубо говоря, как кошек. Вообще бессмысленно, безидейно. Потому что имя потеряло свое значение. В именах сейчас нет смысла. Какой смысл называть как-то человек по имени? Только для красоты. Ведь можно точно так же, как и в тюрьмах, номер давать. Разницы, ну, никакой разницы не будет. В том смысле, когда тебя кто-то окликивает по имени, он не будет это воспринимать, что вот он там окликнул, к примеру, человека, чье имя значит, там, не знаю, хороший рыболов или там, искусственный кузнец, вот, ну, к примеру, да, вот, он окликнул по имени этого человека. Но он не будет в это имя он не будет в это имя вкладывать вот значение этого имени. Он его окликнул, как и тюремный номер. Откли... Окликивают в тюрьмах. Точно так же. Продолжение следует...